МВФ собирается забанить криптовалюту на слёте G20. Или нет? А ещё есть Солана, которая у нас иногда онлайн. Добрый день, добрый вечер и доброе утро, где бы вы ни были и когда бы вы это не смотрели. Меня зовут DaVinciJ15, DaVinciJermy. Ну и это мой канал, DaVinciJ15. Можете везде меня по этому никнейму найти. В разных социальных сетях, например, вот так и ищите. Надеюсь, что у вас, ребята, всё замечательно. У меня вот всё прекрасно здесь, в Дубае. В этом месяце будет огромное количество событий. Будут сегодня, завтра и также в следующем месяце, в марте. Уф, вау. Надеюсь, у вас получится посетить все эти ивенты. Например, сегодня у нас будет Blockchain Live. Если не получится сегодня, надеюсь, у вас получится завтра. Надеюсь, что вы сможете быть на награждении. Надеюсь, я выиграю лучшего инфлюенсера года. Спасибо, ребята, за то, что голосовали за меня. Последний раз, когда я смотрел, там было 1300 голосов. Огромное вам спасибо. Выиграю я или проиграю, в любом случае, спасибо вам за то, что проголосовали. Что ж, надеюсь, сегодня нам будет весело. Покажу вам некоторые штуки, которые произошли за последние выходные в крипто. Они должны взорвать ваш мозг. Вы не поверите, что произошло на графиках. Так что обязательно досмотрите до самого конца. Это будет уже к концу этого видео. А сначала мы начнем с новостей. Не с самого важного, но с кое-чего интересного. Это Украина. Украина получила 70 миллионов долларов криптопожатываний с начала конфликта с Россией. Я подумал, блин, да это же много денег. Но вы только посмотрите, сколько у политиков есть криптовалюты. Вот посмотрите на этого парня. 7 тысяч, 711 биткоина. Это то, что у него уже есть. Просто посмотрите, сколько биткоина у них у всех. Держат ли они доллары? Нет. Держат ли они золото? Нет. Держат ли они украинскую... Как она называется? Гривну? Точно, гривну. Держат ли они ее? Нет. Все держат биткоин. Интересно. Чего это они вдруг? Знаете что, честно? Если вдруг не знали политики, неважно где они находятся, на какой планете, неважно в какой стране, они все преступники. Можете сказать, да нет, только не в США. А вы вообще видели, как Нэнси Пелоси живет? Вот, например, во время пандемии, ну как, пландемии, у нее был холодильник за 50 тысяч долларов. Два таких. Два холодильника. И она показывала замороженную еду, которой ей приходилось питаться. Так что не надо мне такое говорить. И вы скажете, ну хрен с ним, это Нэнси Пелоси. Ну ладно. Элизабет Уоррен, которая рассказывает всем, что живет как бедняк, и что правительства им должны, и все в таком духе. Она летает только на приватных джетах, куда бы ни собралась. Так что не надо мне все это говорить, что политики, преступники только в таких небольших странах, небольших коррумпированных странах. Это неправда. Такое везде. И как вы видите, у всех этих политиков гораздо больше денег, чем то, что задонатили Украине из-за этой войны. О, Господи. Я не знаю. Я бы не стал донатить Украине не только потому, что я знаю, что обе стороны не должны были воевать. Я при этом не знаю, кто теперь прав, а кто нет. Потому что, знаете, правительства коррумпированы. Причем с обеих сторон. Так что не важно, кто тут настоящий враг. Реальный враг – это война. Отдельные люди и политики. Вот это реальный враг. Политики. А не я или ты. О, Господи. Окей, что ж, давайте двигаться дальше. Посмотрим на Солану, которая столкнулась с замедлением производства блоков. Сеть перезапущена. Что ж, это катастрофа. Иногда онлайн. Это что-то странное. Еще время подгадать нужно, когда будет работать. Ох, блин. Сеть Солана столкнулась с замедлением производства блоков 25 февраля, после обновления программного обеспечения валидаторой. Инцидент привел к сбоям в транзакциях и заставил валидаторов понизить версию программного обеспечения в попытке восстановить производительность сети. Вау, что ж, да, им нужно действительно несколько слоев тестирования. Даже не знаю, что происходит с Соланой, почему разработчики позволяют этому происходить. Неужели у них нет обычного тестнета для того, чтобы протестировать все это? Даже не знаю. В конечном итоге пришлось даже понижать версию программного обеспечения и перезагружать сеть. Посмотрите на это. Вот это пугает. Это, кто это сказал? Это, скорее всего, один из разработчиков Соланы. Но давайте посмотрим, что он тут написал. Без всех этих обсуждений мы бы вернулись через час. Но каждое решение на этом пути, понижать ли версию или перезапускать сеть, когда переходить с понижения на просто перезагрузку, это все обсуждается. Происходит голосование, в итоге на восстановление уходит 8-10 часов вместо одного. Да, чувак. Это называется децентрализация. А если ты диктатор, ты можешь делать все, что захочешь, очень быстро. Но причина, по которой мы любим крипто, это децентрализация, а не просто один человек, который решает, что должно произойти. В то время как ты скажешь, что это недостаток крипто, это на самом деле преимущество. Может быть, я не уверен. Нужно просто делать нормальный код. Потому что я не помню, чтобы на биткоине были такие проблемы с обновлением. Просто говорю. Просто говорю. Просто говорю. Так что да, это все, конечно, если честно, Лэйр Ван Блокчейны, а таким и является Солана, он вполне себе достойный Лэйр Ван Блокчейн, но слишком уж он сложный. Из-за того, что у них очень много людей в сети, и при этом они близки к децентрализации, хотя и не совсем, но больше, чем многие другие криптовалюты, будут, конечно, такие небольшие задержки при обновлениях. Придется что-то чинить, если появятся проблемы. Это просто так работает. И то же самое могло бы случиться с биткоином, если бы они его сломали, если бы разработчики сломали его. Пришлось бы ждать еще больше того, что делать с ним дальше. Именно поэтому при разработке биткоина, когда появляется какое-то новое предложение, оно обсуждается очень долго, и его нужно обсуждать очень долго, перед тем, как выпускать его в лайве. И затем уже вам нужно будет выбирать, как человеку, который держит ноду на биткоине, применять это обновление или лучше не стоит. Вы можете просто сказать «Нет, буду сидеть на старой версии, и на этом все». Вы просто будете оставаться на этой старой версии, продолжите работать, просто некоторые транзакции через вас проходить не будут, потому что это будут транзакции из нового обновления. Окей, перед тем, как я перейду к самому важному, надеюсь, увижу вас, ребята, на блокчейн лайв. Я надеюсь, что я получу эту награду. Спасибо всем, кто голосовал за меня. Обязательно приходите на блокчейн лайв, присоединяйтесь ко мне там. Я буду там сегодня и завтра. Надеюсь, встречусь с вами там. Окей, давайте продолжим. МВФ отмечает препятствия на пути реструктуризации долга. Говорит, что запрет криптовалют должен быть одним из вариантов. Чего? То есть у каких-то стран больше нет денег и мы будем запрещать крипты? Окей, ладно. Страны G20 имеют некоторые разногласия по поводу реструктуризации долга для проблемных экономик. Заявил в субботу глава Международного валютного фонда МВФ, при этом добавив ну так, невзначай, что запрет частных криптовалют может быть вариантом. Окей, что ж, помимо реструктуризации долга, регулирование криптовалют это одна из областей приоритета для Индии. Окей, а зачем они хотят банить крипты? Почему же криптовалюты так ненавидят все эти люди? Что ж, они тут все это объясняют? Должен быть очень сильный толчок к регулированию. Если регулирование терпит неудачу, если вы не спешите это делать, тогда мы не должны снимать с повестки вопрос о запрете этих активов, потому что они могут создать риск для финансовой стабильности. Да, я знаю, что вы имеете в виду под рисками финансовой стабильности. У вас больше не появятся возможности печатать деньги и облагать налогами людей. Ой, нет, ужасно-то как, невыносимо. У вас больше не будет возможности грабить людей, забирать их богатство, их накопление, их зарплату, которую они получают на своей работе. Вы не сможете все это забрать. да, это серьезная нестабильность. Такого нельзя допустить. О, господи, да, вот так оно и работает. Это совершенно не важно. Даже если они забанят криптовалюту, это все еще не будет конец для криптовалюты. Это будет только самое начало. Люди все равно будут ее использовать, так же как наркотики. Точно так же, как люди используют и другие запрещенные вещи. Так даже лучше, потому что его нельзя потрогать, понюхать, попробовать и все в таком духе. При этом очень легко перемещать свои средства. Так что будет даже проще людям перемещать свои деньги, если крипто забанят. Всегда найдутся люди, которые захотят купить. Все таки людям нужно выживать от всех ваших глупостей. А самый лучший способ сделать это держать криптовалюту. Так что никуда она не денется. Неважно насколько сильно они хотят от нее избавиться. Окей, давайте перейдем на графики. Уф, блин, посмотрите на это. У меня вот эти точки стоят уже довольно долгое время. Эти уровни поддержки и сопротивления. Биткоин просто пробился через них. Надеялись на то, что останемся выше, но этого не произошло. И в итоге отскочили от следующего сопротивления. Мне кажется, что это уровень в 61.8, если растягивать от верха и до низа. Биткоин обожает 61.8. Вот и он 61.8. Это всегда работает. Знаете, эти уровни по Фибоначчи очень важны. И мы их наблюдаем буквально везде. Как в природе, так и в торговле. Биткоин обожает 61.8, так что ищите его постоянно, когда торгуете. Постоянно следите за этими уровнями на биткоине. Там потенциально большая вероятность отскочить от 61.8. И это происходит постоянно. Не знаю почему, но биткоин просто обожает этот уровень в 61.8. И постоянно появляется этот пинг-понг на 61.8. Так что не удивлюсь, если произойдет что-то подобное. Вернемся обратно до 61.8 от этого уровня. Посмотрите-ка. Прямо на очередном уровне поддержки. Так что не удивляйтесь, если это будет следующей вершиной. А затем мы вернемся и создадим здесь что-то типа W. Довольно интересный получается уровень 61.8. Так что возможно будет похожее движение. Пинг-понг на 61.8. Так что да, такое приятно наблюдать на графиках. И сейчас нам нужно просто ждать и смотреть что будет. Я думаю, что биткоин возможно поднимется до следующей второстепенной поддержки. До уровня как раз в 61.8. Перед разворотом. Нужно будет посмотреть. На эфириуме в принципе то же самое. 61.8 от которого мы отскочили. А также отскочили от моих уровней поддержки, которые нарисованы у меня также довольно давно. Также эфириум отскочил и от сопротивления наверху. И пытается продвинуться дальше, уже к следующему уровню сопротивления. Извиняюсь, продолжаю называть это поддержкой, хотя это уже сопротивление. Итак, это сопротивление, которое ранее было поддержкой, но сейчас перешло в сопротивление. И сейчас мы отскочили от него. Это примерно уровень в 1650 долларов. И возможно мы поднимемся назад до уровня в 1683 доллара в ближайшее время. Так что следите за этим. Окей, что ж, спасибо всем за просмотр. Огромное спасибо за то, что посмотрели сегодняшнее видео. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, хорошо посмеялись со мной. Я уж точно посмеялся. Обязательно купите себе биткоин и эфириум. Они станут деньгами. Думаю, мы увидим огромное движение наверх на следующем булране. Все криптовалюты взорвутся. Именно поэтому столько регуляций сейчас появляется. Они это также видят. И они хотят опередить нас перед тем, как все не выйдет из-под контроля. Так что позиционируйте себя правильно на следующем бычьем рынке. Спасибо за просмотр. Увидимся завтра.